Уважаемые пассажиры, движение поездов временно прекращено. Просьба воспользоваться на земном транспорте. Приносим свои извинения за созданные неудобства. Такие сообщения на станциях Минского метро услышали Менчане в обед. С 14.38 подземка работала только на выпуск пассажиров. На стеклянных дверях сухие объявления. Закрыто по техническим причинам. Что случилось, никто не знал. Минут 10 уже стоим, мне удобно, потому что встреча там должна состояться. Я не успеваю. Сразу заработало сарафанное радио. Слухи в социальных сетях подогревали панику вокруг закрытия Минской подземки. По первой информации было понятно, что людей из метро эвакуировали из-за обнаруженных подозрительных предметов. Особо отмечу, бдительность проявили простые граждане. Правоохранители начали тщательную проверку станции. В органы внутренних дел поступила информация о том, что на некоторых станциях метрополитена могут находиться неизвестные предметы. И для того, чтобы проверить, естественно, эту информацию, было принято решение о перекрытии обоих линий метрополитена, для того, чтобы обследовать все станции как можно быстрее, как можно оперативнее, но и при этом как можно тщательнее. Никаких чрезвычайных происшествий не зарегистрировано и не происходило в Минском метрополитене. Для двухмиллионного города такая остановка – большая проблема. Ежедневно метро пользуется 800 тысяч жителей и даже полчаса уже ЧП. Но ради безопасности пассажиров пришлось пойти на этот шаг. Милиция сориентировала на достаточно долгое ожидание. Есть особая технология отработки таких внештатных ситуаций. Причем практика мировая. Да, неудобство, но лучше перебдеть. Люди вынуждены были воспользоваться наземным транспортом. В непростой ситуации оперативно сработали все службы города. Минск-Транс организовал дополнительные машины. К сотый маршрут автобуса был продлен до остановки Уручье. С поступлением информации о остановке двух линий метро на 16 часов организована работа дополнительных 55 автобусов, 48 троллейбусов и поддала работа с 40 единиц подвижного состава. На 17 часов организована дополнительная работа 70 автобусов, 55 троллейбусов, 7 вагонов-траваев. Дополнительный транспорт будет работать до пуска метрополитена. Около трех часов ушло на то, чтобы убедиться, что жизни и здоровью пассажиров метро ничто не угрожает. Как раз в час пик около 17.38 метрополитен заработал. Минский горосполком принес извинения гражданам за вынужденные неудобства. Сегодня днем к сотруднику УВД по охране Минского метрополитена обратилась пассажирка, девушка-студентка, которая сообщила, что ее внимание привлекло смс-сообщение одного из пассажиров, в котором он сообщал о своих планах привести в действие взрывное устройство в метро. Сотрудниками УВД Мингородсполкома и Управления КГБ по Минску и Минской области незамедлительно был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с применением современнейших технических средств. И в результате этого личность данного гражданина была установлена и вскоре он был задержан. После серьезной проверки выяснили, что вынужденную остановку спровоцировал телефонный террорист. Менее трех часов понадобилось на то, чтобы установить личность нарушителя и задержать его. Им оказался 35-летний житель Минской области. Сейчас он находится в следственном изоляторе КГБ и дает показания.